В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцель совершил рабочую поездку на московский коксогазовый завод. Сколько у вас территория? Общая завода 123 гектара. Основной производства где-то порядка 90 гектаров. Когда мечты сбываются, во дворе дома 14 по Жуковскому проезду начались работы по благоустройству. Детская площадка хорошая будет установлена. 189 квадратных метров площадка. Охоту за несертифицированным товаром ведут сотрудники правоохранительных органов. Расскажем об очередном улове. Вы нарушаете закон. Неизвестно, чем формите наших граждан. В преддверии 90-летия Ленинского района продолжаются рабочие поездки руководства муниципалитета на основные предприятия. Один из таких визитов прошел на территории Московского коксогазового завода, где Валерий Венцель познакомился с его коллективом и вручил медали отличившимся сотрудникам. Подробнее расскажет Екатерина Коваленко. Рабочий визит главы Ленинского района Валерия Венцеля на московский коксогазовый завод начался с осмотра территории этого легендарного для нашего края предприятия. Его масштабы поражают и сегодня. Здесь производится свыше миллиона тонн кокса в год. Трудовой коллектив около тысячи человек. А чтобы только обойти весь МКГ за пешком, нужно несколько часов. Сколько у вас территория всего? Общая завода 123 гектара. Ну, основной производства где-то порядка 90 гектар. Главными остановками экскурсии стали многочисленные площадки завода, склад угля, коксовый цех, где уголь при нагреве превращается в кокс, выдача готового продукта из камеры. Такова основная технологическая цепочка. Осмотрели гости и «Газгольдер», который был запущен в июне. А как это влияет на вытрус? Говорю, во-первых, он поддерживает автоматическое давление газа во всей газотранспортной системе завода. Соответственно, горение газа в печах коксовых и в горелках ТЭЦ более равномерно уменьшает выбросы при горении. Экологии на Москоксе уделяется большое внимание. На различные программы по снижению воздействия производства на окружающую среду тратятся десятки миллионов рублей. Сейчас активно пересматривается вопрос со стоками предприятия. Главная цель сейчас – это сделать безсточное предприятие, чтобы Москокс все свои источные воды аккумулировал у себя. Для этого проводились мероприятия по снижению объемов стоков внутри завода. Следующее мероприятие – это по прекращению стоков. То есть то, что раньше ливневые воды уходили с завода, сейчас мы эти воды будем собирать и возвращать обратно на завод технологию. Заключительной частью визита стало общение руководства муниципалитета с коллективом завода. Здесь выразить вам слова искренней благодарности за ту работу и тот труд, который вы проводите. Мы со своей стороны понимаем, что есть достаточно много вопросов, связанных с взаимодействием и органов местного самоуправления, и руководством завода. Но мы, как и прежде, готовы эти вопросы решать, сообщать. В торжественной обстановке Валерий Венцель вручил памятные медали, приуроченные к 90-летию Ленинского района. Спасибо вам большое. Михаил Федулов – представитель трудовой династии МКГЗ. Он даже работает в том же цехе, что и его отец. Михаил Евгеньевич признался нам, почему каждый день приходит на завод с радостью и хорошим настроением. Секрет. Люблю свою работу. А я с детства и не знал, что такое другое, куда-то пойти. Только коксогазовый завод. Как дед, бабушка, как отец мой. Общий трудовой стаж Федуловых на Москоксе целых 290 лет. И все работают на отлично. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Жители дома номер 14 по Жуковскому проезду давно мечтали о благоустройстве своей придомовой территории. И вот, наконец, в их дворе закипела работа. Как продвигается видное благоустройство, узнала наша съемочная группа. Разбитые тротуары, потрескавшийся асфальт, нехватка парковочных мест и ветхая детская площадка. Так еще совсем недавно выглядел двор дома номер 14 по Жуковскому проезду. Дом построили в 2005 году и с тех пор никаких работ здесь не проводилось. Местные жители обратились за помощью к городскому депутату Олегу Федорову. Два с половиной года Олег Александрович ходил. Ну, и я вместе с ним ходили по инстанциям. Ну, и вот, наконец-то это свершилось. Были собрания, собрания были регулярные. Собирались жильцы дома, высказывали свои пожелания. И, собственно говоря, сейчас все получается ровно так, как и хотели. Жители попросили сделать их территорию более благоустроенной, более красивой. Администрация нашла возможность выделить средства на благоустройство данной территории. Ну, а мы, депутаты, как, скажем так, связующее звено, просто помогаем в реализации данного проекта. К работам приступили всего неделю назад, но уже многое удалось сделать. На сегодняшний день вот отремонтированы, как видите, тротуары вокруг дома. Установлены столбики антипарковочные, чтобы автомобили не затрудняли движение пешеходов. Детская площадка хорошая будет установлена. 189 квадратных метров площадка. Будет ограждение по периметру установлено. Сделаны вот дополнительные пешеходные зоны, соединяющиеся с проспектом Ленинского комсомола. По нормативам в перечень комплексного благоустройства входит 8 обязательных элементов. Устройство дополнительных парковочных мест, детской игровой площадки, уличное освещение, озеленение, установка лавочек и урн, ремонт проездов и тротуаров. Все это появится здесь в самое ближайшее время. Детей особенно порадует современный универсальный игровой комплекс. Будут элементы и для маленьких детей, песочницы, карусельки. И будет для более старшего. Будет здесь стоять большой комплекс игровой. Качели, гнездо. Будет красивая площадка. Все эти годы особой головной болью жильцов была мусорная площадка. До недавнего времени она располагалась прямо под окнами. Сейчас ее перенесли подальше от дома. За что жители очень благодарны. Баловыка была вот там, на углу. Ну вот все, все запахи, все было. Естественно. Спасибо вам. Не забыли и о месте отдыха местных жителей. Небольшой аллеи за домом. Совсем скоро эта аллея полностью преобразится. Уже установили новые светильники. Совсем скоро здесь появятся новые лавочки, урны и проведут озеленение. Сейчас ведется подготовка к обустройству парковочных карманов. Здесь можно будет поставить около 35 машин. Все работы планируется завершить к концу августа. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева. Видно этого. В муниципалитете ведется борьба с местами продаж, где процветает незаконная торговля. Обычно это палатки, расположенные в многолюдных местах города или автомобили с несертифицированным товаром. Вместе с членами рабочей группы в рейде по выявлению несанкционированной торговли побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. По постановлению главы в Ленинском районе была создана рабочая группа по выявлению фактов несанкционированной торговли в весенне-летний период. За время проведения рейдов уже было ликвидировано несколько мест стихийной торговли. А очередную нелегальную точку обнаружили на федеральной трассе М4 Дон на въезде в город Видное. Происхождение товара отставить невозможно, то есть это представляет социальную грозу опасности для жизни и здоровья. Сейчас правонарушители будут доставлены в управление внутренних дел по Ленинскому району для составления протоколов административных правонарушений. Продавцы не смогли предъявить никаких документов на товар. А торговлю объяснили вынужденной мерой, так как на точке в Москве, где они хотели реализовать арбузы, дыни и другие фрукты и ягоды, не было свободного места. Кроме того, неподалеку от места стоянки «Газели» в кустах были обнаружены залежи мусора, в основном старые коробки. Возможно, именно в них хранились фрукты, проданные ранее. Мониторинг нелегальных точек торговли проходит в ежедневном режиме, и свежая информация о нарушениях быстро появляется у представителей рабочей группы. В контакте в социальных сетях известны, люди сбрасывают фотографии, просто пишут информацию в комментариях. Ну, естественно, мы все, мы жители Ленинского района, объезжаем в территорию и видим себя. Так что принимаем информацию из разных источников. В разных частях города можно встретить нестационарные торговые объекты. Но, чтобы осуществлять торговлю легально в специально отведенных для этого местах, предприниматель должен оформить все необходимые документы. Если кто предприниматель хочет работать на нашей территории, он до начала сезона подает документы администрации района, различные заявления, мы прикладываем все соответствующие данные и адрес торговой точки, где он хочет разместить. Мы уже рассматриваем по заявлению, по его документам и даем, естественно, согласование. Рейды по ликвидации стихийной торговли будут проходить в Ленинском районе до конца осени. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ. С 2018 года каждая московская семья при рождении малыша имеет право получить подарочный комплект детских принадлежностей. В него входит все, что нужно ребенку в первые месяцы жизни, включая базовые наборы одежды, постельное белье, средства гигиены и игрушки. В отличие от Москвы, новорожденные подмосковья были лишены возможности также получить подарок, но скоро все изменится. В Видновском перинатальном центре работа не останавливается ни днем, ни ночью. С начала года здесь родилось 3498, извините, уже 3502 ребенка. 51% из них – мальчики, но врачи и медсестры с нетерпением ждут сентября. Ряд пациенток уходят от нас и не рожают у нас только потому, что хотят получить подарок, который дают в Москве. Мы долго бились и хотели такого же презента для молодых мамочек. И, наконец, с 1 сентября наши мечты и ваши мечты осуществляются. Действительно, в Московской области с 1 сентября 2019 года также будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Коробка для новорожденного «Я родился в Подмосковье» разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Набор включает в себя 51 предмет на общую стоимость 20 тысяч рублей. Общий вес – около 10 килограммов. При этом мама сможет самостоятельно выбрать, получить подарок или его денежный эквивалент. Она, поступая в наше учреждение, уже в приемном покое, заполняет анкету, что она хотела бы получить при регистрации денежную компенсацию 20 тысяч или прекрасный набор для своего ребенка и для себя. Стоит отметить, что мама или папа, имеющие областную прописку, смогут получить подарок для ребенка, даже если малыш родился не на территории региона. Подарочный набор будет выдаваться органам ЗАГС одновременно с вручением свидетельства о рождении. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова